Доброе утро! Нам сегодня понадобится перец запеченный, я взял двух видов, желтый и красный, также руккола, чеснок, мед, оливковое масло, соевый соус. Также я использую красный лук, лимон, базилик и тимьян. Ну и для дизайна нам тоже пригодятся некоторые элементы декора, об этом тоже не стоит забывать. Итак, начнем. Начнем с приготовления заправки. Нарезаем красный лук кубиком. Заправки это то, что делает каждое, казалось бы, привычное блюдо гораздо оригинальнее, так что сохраняйте их рецепты, они обязательно вам пригодятся. Режем мелко, для того, чтобы перец лучше промариновался. Нарезка очень мелкая, можно ли воспользоваться блендером, чтобы упростить процесс? Можно, конечно, но возьмите лучше меньшее количество лука, потому что лук отдаст больше сока. Затем лимон. Лимон нам понадобится как цедра лимона, так и его сок. Небольшое количество, 1 третье цедры лимона. Появляется сразу очень пряный аромат, он всегда гармонично сочетается вместе с болгарскими перцами. Мы используем в нашем варианте желтый и красный. Они невероятно полезны, и помните, что, конечно, лучше их употреблять регулярно в период их созревания. Их стараться не есть вне сезона, то есть ранней весной и поздней зимой. И об этом тоже не стоит забывать, так как они хранятся с помощью химических элементов, поэтому никакой пользы нашему организму не приносит. Я нарываю базилик. Довольно крупными кусачками. Их будет проще затем выловить. Также я использую листики тимьяна. Затем берем чеснок. И режем слайсами. Какие еще специи можно добавлять в подобный маринад? Ну, я еще использую черный перец, соль. Но я думаю, в принципе, этот набор специй оптимальный, и добавлять его ничем не нужно. Можно мариновать также и грибы, баклажаны. В принципе, овощи любые на ваше усмотрение. То есть, в принципе, это станет отличным подспорьем на нашей с вами кухне. Ну, а когда будем резать сам перец? Перец у нас будет идти очень крупно. Его резать не надо. Соевый соус, оливковое масло. И, конечно же, мед. На самом деле, перец невероятно полезный. Красный перец является рекордсменом по количеству содержания витамина А и С. Об этом не стоит забывать. И, кстати, он поможет вам бороться с глазными заболеваниями благодаря этим витаминам. Ну, а кроме того, он даже способствует борьбе с раковыми клетками. На самом деле, является чуть ли не панацея, которую мы почему-то забываем. Если в день съедать один болгарский перец, говорят, что риск заболевания раком уменьшается где-то на 20-30% из-за его витаминов. Согласитесь, это очень и очень высокие показатели. Так что, главное его еще вкусно готовить. Единственным противопоказанием болгарского перца является то, что его нельзя употреблять людям, страдающим от повышенной кислотности. Лучше есть уже, как в нашем варианте, запеченным. Также я добавил немного соли и черного перца. После того, как тщательно перемешали заправку, добавляем перец. Крупно. Я перец даже не нарезал, я его разорвал при очистке. Поэтому при оформлении вы увидите, как это будет красиво. При какой температуре правильно запекать перец и нужно ли смазывать его маслом? Конечно, при запекании перцы нужно обязательно смазать маслом, так как масло сделает ваши овощи более сочными и более печеными. Ну, а это на самом деле то, к чему мы стремимся. В этом маринаде перцы должны постоять около 10 минут, для того, чтобы блюдо было просто совершенным. Ну, подождем. Перец замариновался, оформляем тарелку. Это тоже очень интересная часть приготовления нашего блюда. Перцы, напоминаю, у нас практически целые. Порваны на 2-3 части крупными хлопьями. Непривычно, но тем не менее, очень оригинальное и блюдо невероятно ароматное из-за невероятного количества специй. Выкладываем слой перцев. Ну и вот нам пригодилась руккола. В нашем варианте используем рукколу. Не забывайте, что можно использовать абсолютно любой микс салатов. Главное, чтобы зелень была свежая и хрустящая. Здорово, что перцы у нас тоже двух цветов. Если у вас есть возможность, жайте желтый, красный и зеленый перец. И, кстати, стоит помнить, что всего перца около 20 до 30 калорий. Это совсем немного, поэтому он является диетическим продуктом. Поливаем большим количеством заправки. Она у нас не остается. У нас на юге, на самом деле, ведь перцы очень распространенное блюдо. И готовим мы из него очень и очень много рецептов. Но, тем не менее, наверное, этот узнаем впервые. Так что экспериментируйте на вашей кухне. И помните, что главное, это кушать красиво и полезно. А мы в ресторане Кадорно, в французском булеваре 66-3, обязательно позаботимся о вашем полезном рационе. Так что следуйте за нашими рецептами и не забывайте о дизайне нашего блюда. Ведь когда оно достигает практически совершенного вида, и есть его гораздо-гораздо приятнее. Так что пользуйтесь нашими советами и приятного нам аппетита. Спасибо, Костя. Приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok